Семейство кошачьих выделилось в отдельную ветвь около 10-15 миллионов лет назад. Линия, ведущая к домашним котам, впервые прослеживается в Азии около 6-7 миллионов лет назад. Когда кошки стали жить с людьми, долгое время оставалось неизвестным. Но в 2007 году ученые под руководством генетика Карлоса Дрискола из исследовательского центра при Оксфордском университете выяснили, что кошки были домашними около 10 тысяч лет назад на Ближнем Востоке. Домашние кошки – прямые потомки степных котов, Феллис Сильвестри Слибика. И внешние питомцы ничем не отличаются от своих диких родственников, за исключением нескольких пород. Сегодня кошки обитают на всех континентах, кроме Антарктиды. И живут они как в городах и селах, так и в лесах, степях и даже в пустыне. А теперь несколько фактов об этих удивительных созданиях. Исследователи предполагают, что кошки могут помнить пережитое в течение долгого времени, а также не уступают собакам по части разных умственных испытаний, например, распознавание человеческих жестов, эмоций и выражения лица. Люди думают, что коты счастливы, когда мурлыкают, но это не всегда так. Коты начинают мурчать через несколько дней после своего рождения, что помогает их матерям найти их во время кормления. Это может продолжаться и у некоторых взрослых кошек, которые мурлычат, когда их кормят, или у тех, кто урчит перед обедом. Так коты пытаются убедить человека, что пришло время поесть. Некоторые громко мурлычут, когда осторожно исследуют новую территорию. Кошки также могут мурлыкать после того, как их напугали, или после стрессовых случаев, таких как преследование собакой. Даже перед лицом высочайшей опасности, которая часто заставляет животных объединяться ради собственной защиты, кошки вряд ли станут сотрудничать. Для них это нетипичное поведение. Домашние кошки не полностью асоциальны, но их общение друг с другом и с владельцами должно происходить только на их условиях. Кошки мало пьют. За миллионы лет эволюции в пустыне, где жили Фелли, Сильвестри, Слибика, организм кошачьих научился экономно расходовать драгоценные миллилитры. Почки извлекают почти всю воду из мочи, делая ее очень концентрированной. В крайнем случае кошки могут утолять жажду морской водой, потому что их почечные канальцы удаляют соль из воды. Чтобы экономить воду, кошачьи почти не потеют. У них мало потовых желез, поэтому даже в жару вода не уходит из организма. Но зато кошки легко перегреваются на солнце. Немногие потовые железы сохранились у этих зверей на подушечках лап, но существенно понизить с их помощью температуру тела нельзя. Животные используют потовые, находящиеся рядом пахучие железы для того, чтобы метить территорию. Кошки вовсе не точат когти. Они таким образом обозначают зону своего влияния и сами выбирают, на каких предметах оставить метки. Поэтому большинство специально купленных хозяевами приспособлений для заточки остаются нетронутыми. Что может быть интереснее, чем наблюдать за котами? Но если рядом не найти ни одного хвостатого, то советуем обратиться к книжкам, в которых полно изображений котов и, что еще более важно, замечательных историй о них. Начнем с книг итальянской писательницы Джованны Заболи. У нас в библиотеке их целых три. Полосатый кот и таинственная мышь. Полосатый кот и таинственная мышь на каникулах. Полосатый кот и таинственная мышь готовятся к Рождеству. Как вы уже поняли из названий, это серия книг о жизни кота и мыши, их знакомстве, дружбе и совместных приключениях. Взяв в руки одну книжку, вы абсолютно точно потянетесь за другой. Истории просты и понятны малышам. Текста в книгах немного, но написан он разными шрифтами, поэтому читать лучше родителям. А вот разглядывать прекрасные иллюстрации Лизы Ди Андреа нужно всем вместе. Они точно не оставят вас равнодушными. Следующая книга, заслуживающая вашего внимания, книга Ольги Фадеевой «Котофеи». Здесь, конечно, текста гораздо больше, но это только плюс, потому что перед вами полноценная история о двух котах, бездомном хвосте и породистом кокосике, которые обретают не только дом, любящих хозяев, но и становятся настоящими друзьями. А так как вся эта история происходит под Новый год, то еще и волшебниками, «Котофеями», которые помогают обрести счастье другим. Кстати, на заметку, иллюстрации в книге автора, и они заслуживают отдельной похвалы. Если вашим детям по душе познавательная литература, то советуем приглядеться к книге знаменитого артиста театра и кино Сергея Юрского «Я кот». Вас ждет полезная информация, поданная в форме рассказа от лица домашнего кота. А еще в книге полно иллюстраций самых разных пушистых и прекрасных котов. Создала их Екатерина Белявская. Но если вам хочется просто повеселиться, то полистайте книгу Кейт Фриман «Кошка. Полная инструкция по дрессировке и уходу». Здесь вы найдете забавные советы, поданные в виде кошачьей мудрости. Все житейские рекомендации сопровождены веселыми иллюстрациями художника Денни Боя. Ну а вот людей, интересующихся мистикой, сверхъестественным и различными псевдотеориями, может заинтересовать книга ирландского писателя Герби Бреннан «Таинственный мир кошек». Сначала он расскажет о том, кто такие кошки, чем питаются, чем отличаются от хорька и почему же они так популярны среди домашних питомцев. А потом познакомит вас с мифами, легендами, необычными историями, связанными с котами. В следующем выпуске вы узнаете, где живут сурикаты, а пока приходите за книгами на кота в библиотеке Петроградского района. Петроградского района